Аллилуйя! Спасибо тебе Господь! Спасибо за доброе утро! Спасибо за обновление милости Твоей, благодати Твоей! Кто подключается, благоставляю всех вас! К моим друзьям на фейсбуке, вот двое подключились уже, вижу, да? Приветствую вас, возлюбленные, братики, кто там еще подключается? Братья, да, вроде бы, только подключились пока. Вот, и я трансляцию провожу на ютубе, на своем канале, но вот пробую, иногда получается, иногда не получается, но сейчас вроде вижу, получилось запустить прямой эфир и на фейсбук, сразу же параллельно. Сегодня доброе утро всем вам, желаю, да, благоставленного утра, сейчас, аллилуйя! Святая Дьяченко, шалом Божьих благословений во всех сферах жизни, аллилуйя! Роман, слава Иисусу Христу, навите слава Богу Святому! Витаю вас, пастор Сергий, и доброго всем ранку, счастливого всем дня! С Господом нашим и Спасителем, Сыном Божиим Иисусом Христом! Аминь! Аллилуйя! И сегодня, друзья, благоставляю великого Бога, хвалю Господа за все, за все, за все, благодарю Его! Сегодня Кифа, вчера был у меня в гостях, наш епископ Петр Кифа, он же со Львова, да, но сейчас он уже там какое-то время здесь вот, в Киевской области в гостях. Вот, и вчера провожали его на Днепр, вот, и в понедельник, даст Бог, уже он возвратится с Днепра, города Днепра, бывшего Днепропетровска, возвратится к нам в Киев. И уже 24-го числа, февраля, да, воскресенье, через воскресенье он будет с нами в церкви. Вот, я очень просил его, чтобы он поделился словом, помолился за народ Божий. Вот, поэтому, если вы будете в Киеве 24-го февраля, и утром вы будете свободны, то добро пожаловать! Аллилуйя! Аллилуйя! Адрес там есть, обозначен. И на Фейсбук тоже выставлю этот адрес, там после уже. Хорошо? А, кстати, здесь можно так же сделать, слушайте, здесь можно в таких сообщениях писать. Сейчас. Аллилуйя! Аллилуйя! А вот, богослужения. Сейчас я здесь тоже, подскажите, да у Львови ваша молотовная община. Пока, как таковой церкви нет, во Львове, епископ Кифа наш, он только собирается, молимся, вот вчера мы как раз молились. Вот я написал здесь сейчас, прямо сейчас, здесь можно писать такие сообщения, архиепископ Сергей Жуалев, там в желтом, таким, у меня обоками обозначено, у вас там, не знаю, как будет обозначено. И я, значит, написал, значит, что вот богослужения наши, киевские архиепископии проходят там, там, и там. Я надеюсь, что уже в ближайшее время, сейчас тоже молимся, и вчера рассуждали тоже и о финансовой стороне, тоже вопроса о начале служения во Львове. Я очень Львов люблю, очень, мисто, лево, обожаю просто. Я часто в молитвах вспоминаю Львов, и, кстати, надеюсь, что после, как раз, после 24-го, он сразу идет во Львов к себе, и, наверное, я тоже вместе с ним, скорее всего, я вместе с ним поеду, там, 25-го или 26-го числа мы выйдем, значит, и прямо туда, или на Бла-Бла-Кар поеду, или даже вместе с ним поеду, посмотрим. Вот, он на машине сейчас, значит, я пока безлошадный здесь. Вот, и, значит, либо с ним, либо, значит, там, на Бла-Бла-Кар спешусь с кем-то, как удобнее будет, посмотрим. Потому что он едет с женой, с детьми, как там у них место будет, чтобы не стесняться, кто же, наверное, думает. Вот, и, знаете, друзья, также вчера был наш брат-возлюбленный Владимир Божок у меня в гостях, и я очень Богу благодарен за него, помазанный, искренний брат. Вот, и вообще, знаете, вот в каждом сердце, да, в каждом верующем Бог как-то себя раскрывает, проявляет как-то особенным образом. Замечали, наверное, это, да? Вот, и когда собираемся мы вот в нашей искренности, в нашей любви, вере, то как, это похоже на какой-то букет, аромат, вот этот букет Божьей любви какой-то, где, допустим, ну, букет не, есть букет разный, да, есть одинаковых цветов, они по-своему красивы, эти букеты, кстати, да, одинаковых цветов, но мне очень нравится, когда букеты вот разных цветов, вот как бы такое, как разнотравие, или как бы разноцветение, что-то не знаю, как назвать это правильно. Ну, очень меня порой восхищают такие букеты вот просто таких жизненных таких цветов, полевых вот цветов таких простых, но которые вот именно очень разные, и они очень прекрасные, вот аромат у них какой-то особенный какой-то. И знаете, вот я рассуждаю, что вот как мать-сара-земля, как говорится, да, значит, наша, вот Бог через эту землю, из этой земли произрастает нам, произращает нам и хлеб, вот мы вот, пожалуйста, вот у меня сегодня хлеб такой, да, лепешка такая азиатская, это лепешка, вот, значит, из пресного она тесто сделана, интересно, я вот когда-то покупал здесь, значит, здесь чечены работают, вот, значит, там таджики работают, еще там, они пекут разные, а грузинская кухня тоже, кстати, есть здесь, неподалеку, вот, я имею в виду вот здесь вот, Дарница, Чернеевская, Лисова, вот, значит, вот, на этом периметре. Вот, и я беру, ну, брал осенью, допустим, хлеб, и у тех, и у тех, и у тех, там, интересно, вкусно пекут. И вот когда вчера Кифу с Владимиром провожал, я, значит, то, значит, вот, вот, как раз и тоже купил такую лепешку. А брат Владимир вчера привез виноградный сок, вот, и сегодня проскомитию совершал. Ой, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Сегодня, кстати, сегодня, здесь вот неподалеку, на Дарнице, Нашмаченко-20, кто в Киеве, киевляне, сегодня будет прощание с Валерием Коропом в 10 часов, да, в 10 часов сегодня начало, там будет церемония прощания, похоронное служение будет, вот, будем погребать, предавать земле Валеру Коропа, но погребать будем мы тело его, прощаться будем с телом его, и его дух бессмертный, душа уже с Господом. И, знаете, я Богу благодарен, что, хотя Валера ушел в вечность, Бог вселенный воскресит его, конечно, да, я тоже в это верю, я тоже в это верю и знаю, что Бог вселенный воскресит его даже, прямо сейчас, в эти часы, или прямо даже на похоронном служении, когда тысячи людей там соберутся, Нашмаченко-20, это церковь христианская Надия, вот, там будет церемония прощания, обозначена межцерковной, украинской межцерковной радой, так было как раз в Валужине там, вот, и, но я верю, что Бог может воскресить нашего брата, прямо сейчас, или вот, ближе к церемонии, или на самой церемонии даже, что, конечно, ну, будет шокирующе, наверное, лучше, чтобы перед церемонией, да, на церемонии это будет очень стрессом большим для многих людей, если это будет, вот, но даже если мы и простимся, и даже если Господь сейчас не поднимет нашего брата, и если мы простимся с ним и закопаем его тело, как говорится, придадим земле прав, ты вправ возвратишься, как написано, да, как мы поступаем с нашими умершими, то я знаю, что его дух с Господом, во-первых, да, и его дух также, вот, дух Божий, скажу так, дух Бога, который через него действовал, я думаю, что все слушатели, да, сейчас все, кто подключился, значит, так или иначе Валеру Кору послушали, да, если кто не слушал, на всякий случай, потому что люди разные подключаются порой, не поленитесь, я вот просто вам добра желаю, наберите на ютубе Валерий Короб, и не важно, какие песни, там у него все песни, они такие вот замечательные вообще, но мне особенно нравится его, вот это, ну, Короб это, по-русски это Карп, Карп, ну, по-русски Карпов получается, да, Валера Карпов, но фамилию обычно мы не переводим, Короб, Валера Короб, вот, значит, и его потрясающие песни, особенно мне нравится, когда он, он вообще русскоязычный, да, и песни у него в основном русскоязычные, но когда он пел украинские песни, вот, когда он пел украинскую мовую, у меня сердце сжималось особенно, я понимал, что это то, что Бог хочет от него услышать особенным образом, я верю, что Бог очень хочет сегодня с Украины услышать украинскую мовую песни, вот эти, христианские, славящие Господа Бога Всемогущего, я очень, я убежден на все сто, что Бог Всемогущий, создав от одной крови весь род человеческий по всему лицу земли, назначив пределы обитания народом этим, хочет услышать от каждого народа на его наречие, на его, Бог ведь смешал языки, это его деяние было, и произвел, по сути, разные языки, вот, как бы, такие разобщенности, казалось бы, разделения, да, которые во благо послужили, как мы видим сейчас, ну, как бы, и с одной стороны наказание, но с другой стороны даже в самом наказании Божья любовь есть, знаете ли, Божья милость, и чтобы вавилонское столпотворение остановить, это безумие наше человеческое такое, общечеловеческую такую тиранию, вот, и дух антихриста, тогда действовавший через Немрода, вот, первого антихриста в истории цивилизации-то, так вот, и, значит, с другой стороны, Бог, произведя языки, даже самые порой странные, даже самые такие, я услышал бушменов записи, вот, кого-то еще там, африканские какие-то там, индо-китайские языки какие-то, какие-то, вот эти вот, латиноамериканские, какие-то очень странные языки, я разговаривал с одним братом из Боливии, значит, в США мы общались, он сам наполовину русский, наполовину индейец, довольно странное такое, как бы, да, вот встречающееся такое соединение, интересное, редкое, притом он из индейцев боливийских, его мама индиан, индианка, получается, да, боливийская, а папа русский, ну, который в России никогда не был, русский такой, ну, старовер, старобрядец, в Боливии, оказывается, я так слышал, краешком уха, но никогда, ну, не думал, что там много столько староверов, старобрядцев, да, и брат рассказывал, что там много, кажется, поселений староверов, старобрядцев, и официально учтенных, и неофициальных, таких беспоповских, таких очень радикальных, вот, живущих среди индейцев, которых тоже мало кто, в общем-то, переписывал, вот, и вот он, его отец из такого радикального, такого славянского, русского племени, будем так говорить, староверов, там, значит, в Боливии, а мама из вот таких вот боливийских индейцев, которые с белыми людьми почти не общаются, там есть, которые общаются, которые даже живут уже среди белых, а есть те, которые мало общаются, почти не общаются, они общаются только, тоже, если с белыми, то, которые живут отдельно, отдельными кланами, или отдельными отшельниками, где-то там, в этих лесах, то есть, они, как бы, с подобными только лишь, общаются, такими вот, как бы, ну, как, не знаю, это, ну, как дикарями живущими, то есть, как бы, живущими там на природе, и вот, значит, так получилось, что вот эти вот, у них иногда бывают даже браки такие, то есть, вот эти индейцы выдают порой своих девушек, вот, замуж за вот этих вот белых старобрядцев, интересно, я даже, как бы, так, слушал его рассказ, так, с таким интересом, и вот, значит, и брат вырос, пожалуйста, там, в Боливии, его детство прошло, он не видел ни городов больших, ничто, он жил среди вот этих, ну, в таком дикарстве, как бы, значит, по-нашему, да, вне цивилизации такой, но он знал русский язык, ну, правда, русский у него довольно такой, ну, смешной немного, как для меня, он такой старый, и он все время растягивает слова, что даже если я быстро начинаю говорить, он почти ничего не понимает, вот, вот, и плюс еще, а я часто тороплюсь, разговариваю, волнуюсь, вот, и, и вот брат этот, он, значит, и русский знал, и, вот, язык, значит, да, своей матери, того племени, довольно интересно, и у него вообще способность к языкам потрясающая, испанский, значит, там, значит, там, и какой-то еще, там, я английский совершил, вообще, в совершенстве, удивился, конечно, сейчас он в США живет вместе с супругой, вот, замечательная семья, значит, вот, и удивительно, знаете, вот, слушать языки, вот, он там продемонстрировал индейского племени этого языка, я, честно говоря, ну, скажу, знаете, это, ну, даже странно, что так люди могут разговаривать, вообще, да, как для меня это было очень странно, что люди могут вот такие слова произносить, которые, ну, как, по-моему, они вообще, ну, вот, ну, как порой люди молятся на иных языках, да, некоторые слушаешь, думаешь, ну, вообще, ну, что за языки, вообще, как-то очень странные такие, ну, разве могут люди так разговаривать? Оказывается, могут, и еще более странные языки есть на речи, которые даже, значит, нам на ум не придут, и представьте, Бог создал все это разнообразие, и Он хочет, чтобы в каждом наличии, в каждом племени, народе звучало, вот, на этих языках, великая хвала Богу всемогущему, великая хвала Создателю, Аллилуйя! И Валера Короб, он хотя ушел с этой планеты уже, с этой земли, да, его дух ушел, но его песни остались, те песни, которые вдохновил его Бог написать. Спасибо, 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 Господь, спасибо, благодарю Тебя, Святой! Иисусу слава! Иисусу слава! Лунае пісня над схилами Дніпра, Иисусу слава! Иисусу слава! Иисусу слава! Иисусу слава! Вся земля так давно на этот день ждет, Когда лине с неба чистый сильный дождь, Когда солнце правды порозгонит хмари, Когда песню счастья кто-то спел. И этот день наконец-то до нас увернулся. Он принес на веру в светлое будущее. Через своего Сина, всемогутній Батько, Нам дарует реки вечного жизни. Иисусу слава! Иисусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава! Иисусу слава! Співає вільна Україна. Люди всіх народів, люди України, Піднимайте руки, прославляйте Сина. Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайданы. Він достоин слави, Ісус Христос! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Ісусу слава! На віки, на віки, Ісусу слава! На віки, на віки! Слава Ісусу Христу на віки! Слава Богу Святому! Амінь! Алілуйя! 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 Дякуючи Богу, дякуючи Богу, Ми знайшли дорогу в райдорогу! Алілуйя! Алілуйя! Дякуючи Богу, дякуючи Богу, Ми знайшли дорогу в райдорогу! Алілуйя! Алілуйя, святы! Алілуйя! Боже мій! Алілуйя! Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной! Благословен Искупитель наш, благословен Великий Отец наш! Небесный, святой, праведный, Папа наш, Папочка! Возлюбленный, Творец неба и земли, Всего видимого и невидимого, Иегово имя Твое! Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Иисуса Христа, Праведника, на распятие, на Голгофу, на крест, Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел Жизнь Вечную, Жизнь Вечную, Бесконечную, Счастливую, Пресчастливую! Чтобы всякий верующий в Тебя имел исцеление от всех недуков и болезней, Имел все благословения Авраамовы и все благословения Твои, Что превосходят благословения, которые видел наш Отец Авраам некогда, Чтобы каждый верующий в Тебя был благословен, исцелен, освобожден, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего, Непорочного, Чтобы всякий верующий в Тебя был в Твоей свободе, был в Твоей воле, Счастлив, здоров, крепок, силен, Боже, чтобы Ты жил в нас, как в храме Своем, Ибо храм Божий свят, а этот храм ныне мы. Благодарю Тебя за третий храм Твой святой. Благодарю и за то, что было, конечно, и за первый храм, который Соломон построил, Который по грехам нашим был разрушен. За восстановление, покаяние, возрождение, историю второго храма благодарю Тебя. Но то были лишь прообразы, Господи, и благодарен Тебе, Что ныне живем мы не в прообразах, а в истинном, в настоящем, Не в тени, а в самой, в самом веществе, в самой истине. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня живем мы в эпоху третьего храма, Истинного, строящегося два тысячелетия, из живых камней. На основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, Устрояем жилище Твое, Господи. Вечный, нерукотворенный храм, Не человеческими руками творенный, но Твоими руками творенный и творимый. Слава Тебе, Господь! Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И глава этого сооружения, этого дома, глава церкви Христос, Куполом этого храма великого является Сам, Сын Твой, Иисус Христос, Наш Господь, Спаситель, Искупитель, Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям. От Тебя свыше, которым надлежало бы нам спастись, Которым спасены, которым спасаемся, Благодарю Тебя, Господь, За Голгофу, за кровь, За искупление мое, За исцеление мое, Боже, и каждого Святого и верного чада Твоего. Боже, всех возлюбленных Моих братьев, сестер, Благоставляю всех детей Твоих, Сыночков и дочечек, Всех дочерей и сыновей Божьих На этой земле, По всему лицу земли И здесь в Украине На берегах Днепра Хайлуная Писня Иисусу слава Иисусу слава Як фемиам Пусть поднимается к престолу славы Земли украинской Это хвала Боже Во всех странах, на всех континентах Пусть славится имя Иисуса Христа Боже, благослови Израиля Благослови сегодня Да Иерусалим Возрожденную столицу Возрожденного еврейского государства Великое чудо Твое, Господи Нашего времени Слава Тебе, Господь Благослови, Господь, народ еврейский И вернувшийся в землю обетованную И еще На пути возвращения находящихся По всему лицу земли рассеянных Благослови, Господь А наипаче Благослови Бога познанием Наипаче, Господь Пусть Возрят на Тебя, Господь, народы все На Тебя, кого пронзили мы грехами своими И возрят на Вышний Иерусалим Сходящие с неба Господь, слава Тебе Боже, пусть станут люди, Господь Все частью храма Твоего великого, Господь Как живые камушки Живые камни, Господь В этой стройке тысячелетий Слава Тебе Это великая честь Ты в нас живущий Бог А мы живущие в Тебе Слава Тебе, Господь И ничто не отлучит нас от Тебя Тебя от нас Боже Они Ледоди Ведоди Ли Я принадлежу Тебе, мой воздубленный А Ты, мой драгоценный воздубленный Принадлежишь мне Слава Тебе, Господь Аллилуйя Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячелет И других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный грядет Вот он идет Бог мой грядет Мой возлюбленный грядет Мой возлюбленный стучится Отвори, сестра моя Время пения Настала Голубица чистая Голубица чистая Вот он идет Господь грядет Господь грядет Мой возлюбленный грядет Аллилуйя 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 Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячелет Вид его подождь Вид его подобен кедру На подножьях золотых Гляди, Господи Иисусе Возвращайся, любимый Возвращайся, драгоценный Ани, ледоди, ледоди, лий Я принадлежу тебе, мой возлюбленный А ты принадлежишь навеки мне Слава тебе, Господь, за все Благодарю тебя за кровь святую Величайшую святыню Святое святых Нашего бытия Земнаго И вечности Спасибо тебе, Господь Что драгоценной кровью Твоею Я искуплен Спасен, исцелен навеки Благословлен Всеми благословениями небес Кровью Твоею святую За Голгофу За кровь Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу За кровь Я тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Благодарю Тебя Отец Мой Ава Отче Иегова Творец неба и земли Благодарю Благодарю Тебя Иисус Иисус Христос Спаситель мой Господь мой Брат мой Друг мой Возлюбленный Мой Благодарю О Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой драгоценный, за все я благодарю, я Тебя благодарю, я, мой Бог, Тебя люблю, мой Господь, Тебя люблю. Спасибо Тебе, Господь, тело Твое, кровь Твоя, спасение Мое, исцеление Мое, освобождение Мое, благословение Мое. Ты – это я, я – это Ты, я в Тебе, а Ты во мне, и ничего не надо нам больше, Господь. Мы с Тобой счастливы, мы с Тобой любимы, мы с Тобой одно, одно, я и Отец мой одно, я и мой Бог одно. Спасибо Тебе, Господь, тело Христово примите, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Спасибо, Господь, я благодарен Тебе, что в этом таинстве, Боже, перед небом и землей, перед всей вселенной, и всеми людьми я декларирую свой символ веры. Мой символ веры – это любовь. Мой символ веры – это Ты. Бог есть любовь. Вот так возлюбил Он меня, тебя, всех нас. И доказал свою любовь, отдав жизнь свою за нас, душу за нас положив, кровушку свою святую пролив за нас. Чтобы никто больше никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не сомневался бы в Божьей любви. Аминь. Тело Христа, кровь Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. Рассуждаю о теле крови Твоих. Боже, я с каждым разом просто восхищаюсь Тобой. Я просто восхищен Тобой. Удивлен Твоей любовью, восхищен. Спасибо. 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 Это так классно, это такая честь. Это вообще, это... Нет слов, братья. Хлеб, сходящий с неба. Сошедший с неба. Хлеб, пребывающий в нас. Хлеб жизни. Иисус. 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 Кровь Христа. Святой из святых. Аллилуйя. Возлюбленный мой. Ты самый прекрасный. Ты самый умный. Ты самый красивый. Ты самый добрый. Нет подобного Тебе во всей вселенной. Но вся вселенная искорками, отблесками отображает Твою любовь. Потому что мы Тобой живем и движемся, и существуем. Мы Твой род. Божий. Род Божий. Благодарю Тебя, Господь. Твой народ. Это дети Твои. Знающие Тебя. Любящие Тебя. Благодарю Тебя, что люди разных организаций, конфессий, динаминаций, юрисдикций, разных ветвей. Боже, и вне всякого, Боже, вот этого административного христианства, формального, Боже, знающие Тебя, все возрожденные Тобою, Боже, все любящие Тебя. Спасибо Тебя. Один народ. Под властью Бога. Аминь. Аминь. О, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный грядет Вот он идет Бог наш грядет О, наш возлюбленный грядет Наш возлюбленный прекрасен Он краша тысячи других Он бесподобен, он прекрасен Нет Богов иных Вереди, Господи Иисусе Наш возлюбленный грядет Спасибо Тебе, Господь, спасибо Да благословит Тебя, Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Во имя Божьей любви святой Во имя крови драгоценной Сына Божьего Величайшей святыни нашей Спасибо Тебе, Господь В силе Духа Святого Пусть благодать и мир Да умножатся В ваших судьбах Братья и сёстры Благословляю всех вас Этим утром обновилась Милость Божия к нам Мы приняли это обновление Аминь Я благодарю Бога Всемогущего Благословляю вас Сегодня пятница День очень волнительный Приготовление к Шабату Сегодня вечером В 6 часов вечера Включимся Я буду здесь Вечером И в 6 часов вечера Подключайтесь Будем встречать Шабат с вами Субботу День Господний И пребывать потом в покое Субботу А уже в первый день недели Воскресенье За работу И наше собрание будет проходить Как раз общий такое Воскресенье С утра На молитву Общение Служение Да Вот А субботу Побудем в мире В покое В уединении С Господом В субботу Поэтому я часто Отключаю Вообще Все средства связи Хотя Часто и наоборот Включаю даже И делюсь Словом Божьим Поэтому Здесь самое главное Иисус говорил Закройте дверь твою Затвори дверь твою И помолись Отцу твоему Которую в тайне И отец В видящей тайны Воздаст тебе явно Но в те времена Многие представляют себе Как это вот Как современная жизнь Там у каждого Члена семьи Там своя комната Вот у него комната Закрыл дверь Свой помолился Ну это Это чисто современное Представление О словах Иисуса На самом-то деле Значит В древности В то время Своей комнаты Никто не имел Никогда Кроме может там На весь Израиль Единицы Только лишь имели Отдельные свои комнаты И не одни Там это цари Допустим Там какие-то олигархи На пальцах Можно было пересчитать В то время Тех людей Которые имели Свои комнаты Отдельные Вот А Иисус Ты говорил Как правило Тем более К простым людям Он это не к царю Говорил Что мол Вот царь Или там Никодим Затвори дверь Помолись Отцу твоему Просто надо знать Культуру того времени Как бы Израиля Древнего Школа Шамая Еще об этом говорила Шамай старший Об этом говорил В школе Гилель Об этом тоже есть Выборочно Частично Упоминание В школе Шамая Как раз о Талите Говорили Вот У меня Талис Есть мессианский Такой еврейский Талис С текстами Уже и даже Из Нового Завета И вот Как вот В детстве играли Наверное Да Там Чик-чирик Я в домике Оп Я в домике Вот Вот что сначала В то время Для простого еврея Все было понятно И Затворив дверь твою Помолись Отцу твоему Которое втайне Затворив двери Сердца своего Да Вот Так что я с вами Сейчас да Привет Раз Чик-чирик Я в домике Все Я затворю дверь Я отцу Молюсь Которое втайне Вы не видите меня Я не вижу вас Но я вижу его Блаженно чистым сердцем Они Бога Узряют А вообще Даже если не закрываешь Мы часто закрываем глаза верующие Потому что Действительно Уединяемся с Богом Даже если в собрании Многотысячное Богослужение большое Хоть на стадионах Сотни тысяч людей Все равно Большинство людей Закрывает глаза Чтобы Один на один Прикоснуться к нему Это очень интимно Очень индивидуально Молитва Всегда И в первую очередь Двери сердца Мы закрываем Нашего Разума Этот момент Прекрасный Вот Как говорил Мать Тереза Еще по-моему Ну и до нее Многие говорили тоже Праведники Еврейские Христианские Что когда мы Закрываем глаза Да При поцелуе Допустим Мы часто закрываем глаза Да Вот Целую свою супругу Закрываю глаза Я Хотя Я Смотрю на нее Но закрываю Потому что Есть моменты Которые Глазами не увидеть Просто физическими Просто Реальными глазами Они очень ограничены И по плоти Ты мало что увидишь Чтобы увидеть все В полноте Надо закрыть глаза И что-то Сердцем увидеть То же самое На молитве Да Можно много видеть Но И Богу прикоснуться Да Таким образом И открытыми глазами Но Когда закрываешь Ты вот Или сердце свое Просто сердце Закрываешь Вот Пред Богом Вот И молишься Даже если ты Вот я там В час пик еду Допустим Утром Метро Хотя Сажусь на конечной Лесова Станции метро Лесова Но все равно Даже уже на конечной Народу набивается Только что Уже Тесновато А уже На Черниговской Идарне Смотрю Там уже Впихиваются люди Уже Все уже 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 Даже Теснят тебя Отовсюду Но даже в тесноте Такой Когда там Сотни людей Вокруг Знаете ли И все бегут И жмут тебя В метро Там где-то еще В трамвае Допустим Но Я значит Понимаю Что Даже Среди тысяч Людей Я один на один С Богом могу В любой момент Быть Жизни И я нахожусь Таким образом Закрывая дверь свою Помолюсь Отцу Своему Которую в тайне И Отец Мобедящий Тайно Воздаёт Неявно Слава Богу Так что друзья Но я очень люблю Тайлис Очень люблю Талит Часто Использую его На молитве Но Самое главное Мой Талит Вот И вот Моё лично Один на один Пред Богом Один на один С Господом Благоставляю вас Братья и сестрички Благоставляю И в воскресенье Жду на служении Здесь в Киеве Пусть Бог Благоставит вас всех Да И получилось В прошлое воскресенье Делать трансляции Надеюсь И в это получится Тоже Так что Можете Кто не в Киеве То подключайтесь Всё С Богом Друзья Аллилуйя